Вот у нас Виталий Минаков по залу ходит, не хочет отвечать на вопрос. Долго в плеси. Без комментариев, Виталий. Значит, я знаю, что вы обычно стесняетесь говорить о своих успехах. Но тем не менее, как вообще самочувствие после боев? Как? Застроить? Нормально. А такое же самочувствие обычно, какое бывает после боев? Восстанавливаемся в легкие тренировки. Как вообще впечатление произвел соперник? Соперник. Какие впечатления произвел? Я, честно говоря, мало о сопернике думал, а поединка было, было о чем думать. Ну, честно говоря, рядом с ним, как бы, вблизи, довольно-таки страшновато было стоять. Он же сильно здоровый. Если говорить серьезно, очень крепкий парень. На самом деле, это парень крепкий, но габариты у него достаточно серьезные. Но эти габариты, на мой взгляд, сыграли против него. При всех этой массе, при всех этих мышцах, да, он был не совсем подвижный. То есть, ходил по рингу, двигаться достаточно тяжело. То есть, я в подготовке это учитывал. Естественно, хотел передвигаться, передвигать его, но, как сказать, передвигать, да. Ну, немножечко бой пошел не по тому сценарию, как я планировал. Есть на это объективные причины. Дай бог, что все так сложилось. Ну, еще раз поздравляем вас с заслуженной победой. А вот у вас на футболке эмблема «Брянск Файтерс». Расскажи тебе пару слов, что его такое вообще. «Брянск Файтерс» – это клуб, наш брянский клуб, который существует за это главное. Я в нем тренируюсь, я его представляю. Я представляю клуб «Брянск Файтерс», естественно, и «Файт Найт». Наши ребята, которые выступали на турнире «Битвеновеси», также представляют клуб «Брянск Файтерс». Я думаю, что клуба большие перспективы, мы в дальнейшем будем его продвигать. Очень много ребят интересуются, приходят в зал, тренироваться. Я думаю, что в самое ближайшее время мы увидим представителей «Брянск Файтерс» на других соревнованиях, в самых различных уровнях. Ну, давайте так сейчас встанем, чтобы было видно, как народ готовится здесь в зале. А вообще, как выступили брянские ребята у нас? Ну, понятно, что. Как вообще впечатление от выступления брянских бойцов? Мы ребята просто порадовали, на самом деле. Выполнили все установки тренингские, которые мы задавались. Поля Алексакин тоже молодец, просто красивейший бой провел в Астахов. Говорю, что вы загарим. Ну, ребята просто выполнили все установки, сделали все то, что от них ждали и чего от них хотели. Ну, надо еще, наверное, сказать отдельное слово благодарности Эдуарду Шарабокову, потому что он очень много за те дни, что приехал, он очень много сделал. Конечно, я хотел, на самом деле, поблагодарить Эдуарду Шарабокову за то, что он провел достаточно серьезную подготовку с нашими ребятами, помог подготовиться представителям нашего клуба, и ребята достойно выступили. Эдик, спасибо. Жди к себе на сборы теперь раз. Спасибо, успехов, удачи нашему брянскому клубу, и спасибо от всех брянских болельщиков, и не только брянских, а и российских, и из других стран, мне народ и писал, и переживал, и там комментариев куча. Удачи всем. Удачи всем. Приходите заниматься в наш клубе «Брянская война».